Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников. Сегодня я расскажу немножко вам о Уильяме Шекспире Бёрте, исторический живописец из викторианской эпохи. В общем, он известен больше всего по его работе, которая называется «Раненый кавалер» 1855 года. Родился 1 июня 1824 года. Дед Бёртона был печатником, а отец – комедийный актер и драматург, добившийся большого успеха в Соединенных Штатах. Оставил при этом жену и сына в Лондоне с небольшими деньгами. Единственный ребенок, младший Бёртон, работал над копированием гравюр в подростковом возрасте. Его спонсором и покровителем был драматург и критик Том Тейлор. И Тейлор помог подростку найти работу в журнале, где он занимался дизайном. Заглавный бук для иллюстрации была такая должность. Это приносило необходимый доход. Получил образование в Королевском колледже и школе Королевской академии, где в 1852 году получает золотую медаль за картину на тему Самсона и Далилы. Говорят, что для написания своей самой известной работы «Раненый кавалер» она действительно хорошая. Бёртон вырвал яму в земле, чтобы стоять, чтобы рисовать траву и папоротники на уровне глаз. Работа показывает сцену из гражданской войны в Англии. Курьер-кавалер попадает в засаду и ранен. Его утешает Буритан. Картина была показана на выставке Королевской академии в 1956 году, хотя и при странных обстоятельствах, по словам самого Бёртона. Его картина была оставлена в удаленной комнате лицом к стене. И говорят, что носильщики были просто подкуплены, не доставили ее в главный зал. Академик Чарльз Уэст Коуп нашел картину, представил ее вниманию комиссии, даже снял с показа одну из своих работ, чтобы освободить место для картины Бёртона. Надо сказать, что работа «Раненый кавалер» была единственным заигрыванием художника с движением прерафаэлитов, так написано в Википедии. Позже Бёртон в основном посвятил себя рисованию религиозных сюжетов. Несмотря на плохое здоровье и личные проблемы, Бёртон оставался художником до 80 лет. Вот все, что мне удалось найти о Уильяме Шекспире Бёртоне, историческом живописце из викторианской эпохи. Пока-пока, до свидания. Смотрим картины. Пока.